Здравствуйте, мои дорогие зрители, любительницы павлопосадских платков. Сегодня я хочу представить вам еще один платок, который очень выручает меня, который нравится мне очень-очень. И платок этот Тайна Сердца. Цвет у меня синий. Сегодня снимать некому, поэтому самой приходится тут с телефоном управляться. И, наверное, не получится у меня показать его на себе как следует. Но как-то вот так вот попытаюсь. Уж не знаю, простите, что видно или не видно. Видно вон Надюню, которая катается во дворе. Вот такой. Дома видно, не меня. Вот так выглядит. Ну и сейчас несколько слов об этом платке. Больше я, наверное, в нем ходила осенью. Видите, что тоже утолщенный. Здесь подставочка. Ух ты! Вставай, вставай! Так же подставка. Морозы у нас не отступают. Так что просто в платке, пусть даже он подвернут в 2-4 раза, не походишь. Нужно утепление. Вчера кто-то из зрителей написал, что, наверное, надо пуховый платочек подставлять, оренбургский. Но такого платка, хотя нет, есть. Хотела сказать, что нет, есть. Но почему-то даже в голову не приходило. Надо, наверное, на самом деле подставить и посмотреть, насколько теплее будет в нем. Ну, вот эти платки, ну вот в частности этот и искорка, расстегнусь, покажу. Значит, что меня устраивает больше всего, я покупала у платочной феи. И это платки, это лоскуты. И не полноценный платок, а были отрезы, и они без бахромы. Ну, конечно, такой вариант для пуховика. Я сказала, я уже несколько лет просто шубы висят, а не висят. На работу мне теперь в официальные заведения ходить не нужно. Где-то в каких-то таких особо торжественных местах. В присутствиях, ну, тоже как-то не особо приходится бывать. Не знаю, вроде как и не ограничиваю себя посещением чего-либо. Но год пандемии сделал свое дело. Ну, вот теперь повседневные мои одежды в диннее время стали курки, пуховики. Поэтому и платки выбираю, ну, и те, которые попроще в ношении, что ли. Сюда платки с бахромой, с кистями большими, конечно же, не подойдут. А вот такое, такой вариант, весьма кручусь тут, за ноги не смотрю. Вон она раскатывает. Сегодня мы на нашем котте первые. Вот, такие платки, они попроще в ношении. И с позиции того, насколько они носибельны, хочу сказать, более чем на 100%. Так, не совсем хорошо понимаю. Тут солнышко уже где-то приходит, отсвечивает. Солнце у нас скоро и придет, но мороз-то не отступает при встающем солнце. Мороз еще сильнее. Так что руки у меня мерзнут. Наверное, тут изображение, считай, не какое, потому что почти 30 градусов. Ну, уж как есть, не обессудьте. Мы в таких условиях живем. Я уже не знаю, как головой покрутить, чтобы было как-то получше это видно. Ну, вот, вот так. Замечательный платок. Мне он очень-очень нравится. Ну, наверное, и серый, тот, что является хитом продаж, был бы хорош. И в коричневой такой камне. Неплох. Они мне нравятся. Но, наверное, ограничусь я таким. Вот таким. Мне очень нравятся здесь такие розы пепельного цвета. И серый сюда вплетается. Вот почему-то для меня это ассоциации с каким-то жемчужным колоритом. Не знаю, есть ли такой цвет, но вот цвет жемчуга как будто присутствует. И очень красивые вот эти вот розы. Они буквально как пепельные, что ли, розово-пепельные, как кремовые. Не знаю, хороши. Цвет синий. Он не яркий. Он какой-то приглушенный синий. Но вполне меня устраивает. Но дело в том, что вот этот платок наверняка из партии каких-то, может быть, выборкованных или каких. Я уж не знаю, почему его в качестве лоскута продавали. Вот. Может быть, цвет у него немного не соответствует тому, что является платком первого сорта. Он же высший. Не знаю, не могу сказать, но меня это устраивает. Мне это нравится. Солнышко еще пока не показывается. Но при этом у нас дело близится к полудню. Вот. Так вот выглядит. Вставай, вставай. Так что очередной платок я показала. Размером он 125 на 125. Для ношения вот в наших условиях в зимнее время под какую-то такую повседневную одежду. Под, не знаю, куртку или парку или ну все что угодно. Если это не какое-то такое вот выходное пальто или шуба дорогостоящая, то вполне уместно все же использовать, на мой взгляд, платок без бахромы. Сказала это, повторила еще раз. Ну вот, как-то так. Ну ладно, на этом я буду прощаться с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова